Хорошего дня. Спасибо. Шведским школьникам устроили урок ОБЖ, весьма суровый, если не сказать жестокий. Для тренировки на выживание дети отправились на озеро в пригороде Стокгольма, где для них подготовили учебную прорубь с коварным тонким льдом по кругу. Поочередное погружение в неё детей проходило под наблюдением спасателей. Но никаких гидрокостюмов, обычная зимняя одежда. В ледяной воде переохлаждение может наступить очень быстро. И тут главное не паниковать и быстро воспользоваться обязательным атрибутом шведских школьников специальными спасательными шипами, которые должны всегда висеть на шее. Только с их помощью можно выбраться из полыньи. Ну а потом нужно переодеться в сухое и греться у костра. Я ничего не понимаю. Как родители? Не против? Я бы советовал просто на лёд не выходить, и шипы не понадобятся. Но некоторые люди прыгают в ледяное полыньо в надежде сжечь лишние калории. С той же целью часами убиваются в тренажёрном зале, проливая литры пота. Но, к счастью, существует и более простая альтернатива. Речь пойдёт о дыхательных практиках. Дыхание – это важнейший компонент практики цигун. Именно за счёт дыхания происходит регуляция состояния и распределение энергии по всему телу. О том, что управляя дыханием, можно влиять на самые разные биохимические процессы человеческого тела, знали ещё в Древнем Китае. Используя дыхательные практики, мастера гимнастики цигун могли согреться на морозе, выдержать длительные перегрузки или, наоборот, войти в состояние глубочайшего расслабления. Адепты древней системы оздоровления считают, что, концентрируясь на этом, казалось бы, самом естественном для человека процессе, можно обрести контроль над любым из чувств. И чувство голода не исключение. «Сконцентрируй внимание в пространстве под ладонями. И дожди с телесного отклика, когда тело начнёт там либо тепло какое-то, либо ощущение расширения. И дальше на вдохе, представь, как у тебя внизу живота надувается шарик. Вот, красота. А на выдохе он медленно сдувается. Делай выдох длиннее, чем вдох. Ты как будто бы вдыхаешь из воздуха энергию и концентрируешь её на выдохе в животе». Мастера Цигун уверяют, делая это упражнение до приёма пищи, можно существенно уменьшить чувство голода и, как результат, количество съеденного. «30 секунд прошло. Сергей, как ощущение после практики?» «Ощущение такое, как будто хорошо позавтракал воздухом». «Но завтракать всё равно нужно». Медитативные состояния, возникающие после этого упражнения, способствуют снятию стресса, который в отсутствии других способов расслабиться, нередко заедается. Ещё один полезный эффект практики заключается в том, что упражнение подразумевает глубокое брюшное дыхание, которое задействует большой объём лёгких. А лёгкие – это, между прочим, наш главный союзник в борьбе с жиром. «Больше всего жира в нашем организме расходуют лёгкие. Даже когда на уровне всасывания в кишечнике, вот съели жирную пищу, поступила она в кишечник, собирает её лимфатическая система в грудной проток, который впадает в верхнюю полую вену, чтобы жир прямую попал в лёгкие. Для чего? Потому что лёгкие работают на жиру». Один из самых простых способов заставить тело интенсивнее сжигать калории за счёт жира даже вне тренажёрного зала – это использование принципа форсированного выдоха, когда выдыхаемый воздух выталкивается через плотно сжатые губы за счёт работы мышц диафрагмы. «Делается вдох и потом выдох как бы через губы. Но не губами вот это мы что-то делаем, а вот мы выдавливаем. В этот момент получается как бы давление внутри лёгких создаётся, которое задерживает выдох». Неоспоримый плюс этого упражнения в том, что его можно выполнять стоя на остановке или сидя за рабочим столом в офисе. Минус – для обеспечения малоподвижных дыхательных практик вполне хватает жира, который прямо сейчас находится в кровотоке, другими словами, жирных кислот из недавно съеденной пищи. То есть регулярно практикуясь таким образом, вы, скорее всего, просто не потолстеете. А вот чтобы добраться до уже накопленного жира, придётся совмещать дыхание с физическими упражнениями, пусть и не очень сложными. На этом принципе основаны наиболее эффективные системы похудения. «Совмещаем дыхание вместе с упражнением. Делаем вдох ребра в стороны на два счёта, выдыхаем на четыре счёта, опускаемся вниз. Раз, колены в стороны, два, три. Сейчас замрите, почувствуете напряжение. И отсюда на 10 сантиметров поднимаемся вверх. Такое упражнение нужно сделать где-то 30-45 секунд. И как только вы встаёте, кровь, богатая кислородом, сразу приливает к вашим мышцам, и вы будете худеть в три раза быстрее, чем от обычного фитнеса. В подобных методиках нередко используется такой приём, как задержка дыхания после выдоха. В это время в организме происходит увеличение концентрации углекислого газа и расширение капилляров. В таких условиях клетки, недополучившие нужную порцию кислорода, ускоряют свой метаболизм и начинают активнее расщеплять жир даже при относительно небольших нагрузках. Вдох носом. Выдох носом. Подтяните живот, напрягите. Отодвиньтесь назад. Уходим в режим сначала статики, и потом, не дыша, мы начинаем делать небольшое сокращение мышц в режиме статодинамики, потому что статодинамика также является очень важным режимом для сжигания жиров. При первом желании вдохнуть, вы возвращаетесь в исходное положение и сделаете короткий, вот это важно, короткий вдох носом. И после этого вы начинаете удлинять выдох. Поделайте это упражнение хотя бы 7 дней и минус 2 сантиметра в объеме, я вам обещаю. И, пожалуй, лучшим доказательством эффективности подобных методик служит гардероб Анны Геймор. Его женщине пришлось сменить. 56-го размера я поменяла свой размер на 48-й. За последние 4 месяца Анна избавилась от 17 килограммов. Это ее самый продуктивный опыт похудения. С весом она пробовала бороться и раньше, с помощью танцев и тренажерного зала. Но лучший результат дали именно домашние тренировки, сочетающие работу с собственным весом и дыхательной практики. Я делаю обычно короткий вдох, короткий выдох, закрываю нос и рот и начинаю на задержке дыхания приседать. С помощью подобных упражнений Анна тренировалась по полчаса каждый день. Строгой диеты не придерживалась. В питании было только пару правил. Не переедать, никакой еды по вечерам и тренировка на пустой желудок. В принципе, этих рекомендаций советуют придерживаться всем худеющим. Ведь ученые не зря сходятся во мнении, что избыток потребленных за день калорий может свести на нет прогресс от любой, даже самой чудодейственной системы тренировок.